МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я родилась в селе Кельте Алабукинского района. Сейчас мне 34. Когда я училась в школе, любимым предметом было рисование. Я с детства очень любила рисовать. Меня манили кисти, краски. Нравилось изображать то, что я вижу на бумаге. Когда я была в седьмом классе, у нас в Айлок Мэтту установили бюст Болтогулова. Он был прекрасен. Я настолько была впечатлена, что мне самой захотелось создать нечто подобное. В тот день я пришла домой, взяла гвозди, нож, старый деревянный футляр и начала вырезать. У меня получилась женщина в эличейке. Были, конечно, недостатки, и прежде всего с анатомической стороны плосковато получилось. Когда мама увидела мое творение, она сразу спросила, «Это твоя скульптура?» Я переспросила, «Что? Физкультура?» А она рассмеялась и ответила, «Да нет же, скульптура. Есть такая профессия – скульптор. Это человек, который изготавливает памятники». Вот так в первый раз я услышала слово «скульптор» от мамы. Я так гордилась, своей работой, всюду хвасталась ей. Даже в школу принесла свой шедевр. Классный руководитель меня очень похвалила и сказала, что у меня талант. С того момента меня было уже не остановить. Я стала творить каждый день. Дома целый шкаф до отказа был забит моими работами. Разные вещи делала. Чаще батыров из дерева. Когда заканчивала 11 класс, я уже твердо знала, что это мое, что я стану скульптором. После окончания школы я поступала в Оржский государственный университет. Выбрала кафедру, где готовят художников-педагогов. Это было единственное, что хоть как-то связано с искусством. Факультета скульптуры там не было. Но специальность художника-педагога оказалась мне совсем не по душе. И я бросила университет. К тому времени преподаватели уже тоже поняли, что у меня есть способности, что я могу увидеть в заурядном камне будущую скульптуру. И они посоветовали мне поехать в Бишкек и поступить в Национальную художественную академию имени Садыкова. И я приехала в столицу и поступила туда. Успешно окончила учебу. Но все же мне чего-то недоставало. Хотелось продолжить учиться, набраться еще знаний и навыков. И я пошла в Союз художников и сказала, что хочу поступить на учебу в Москву. Но они посоветовали мне поехать не в Москву, а в Питер. Сказали, что все успешные скульпторы именно там начинали свою карьеру. Я прислушалась к Совету старших и поехала в Санкт-Петербург. Квоты не было, и я поступила сама, своими силами. В Питере я отучилась шесть лет. Эти годы быстро пролетели. За время моей учебы я посетила много стран. И в Турцию летала, и в Италию. Ездила в Казахстан. В нескольких городах России побывала. А сейчас я вот в Бишкеке. В этой вот мастерской создаю свои произведения. Материалы использую разные. Например, глина и пластилин хороши для моделирования. Отливаю скульптуры из гипса и железа. Применяю в своей работе и дерево. Существуют еще материалы, скажем так, временные. Это лед, снег, бумага. Я даже из них произведения искусства создаю. Но мой самый любимый материал – это камень. Кстати, когда я была студенткой, камень не любила, потому что с ним работать тяжело. Так много пыли, что потом не отмоешься. После работы с камнем ощущение такое, будто твое тело пропитано пылью насквозь. Да и звук от инструмента очень вреден для слуха. Еще один минус здесь в том, что ты можешь порезаться или повредить себе что-нибудь. Когда режешь камень, кусок может отлететь и попасть в тебя. Поэтому я раньше избегала работы с этим материалом. Но сейчас камень стал моим любимцем. И я с удовольствием работаю с ним, несмотря на трудности. Дело в том, что я поняла одну простую вещь. Камень – он живой. Это как живое существо, у которого есть душа. Я это чувствую всякий раз, когда беру камень в руки. В скульптуре используются различные технические методы. Главный из них – это лепка и резьба. Моя история началась как раз с вырезания. А для лепки нужна глина. Глиняная модель должна быть сформирована над прочной арматурой из металла. Другими словами, нужен каркас. Поэтому мне пришлось научиться пользоваться сварочным аппаратом. Я делаю сварку сама в течение уже 12 лет. Тяжело, конечно, приходится. Глаза после сварки очень болят. Глаза после сварки очень болезнодушной арматурой из металла. Итак, сначала делается каркас. Он удерживает глину и придает ей устойчивость. Иначе глиняная скульптура будет деформироваться, садиться, менять свои пропорции, разваливаться. Потом на каркас постепенно накладывается глина до полного объема. Но вылепленная из глины скульптура очень недолговечна. Поэтому для сохранения ее переводят в другой, более долговечный материал. Например, в гипс или бронзу. Это делают с помощью отливки. Я третий ребенок в семье. Поэтому в детстве меня баловали. Когда я была маленькая, мама всегда говорила, что я стану врачом и продолжу наше семейное дело. Они с папой оба медики. Но я настояла на своем и подалась в художники. Родители были категорически против. Ругались, переживали, что я буду нищей и не смогу заработать себе на жизнь. Говорили, что скульптура – это мужское занятие, что мне будет очень трудно. Но зато сейчас они до безумия гордятся мной. Но все равно никак не могут понять, как мне все это удается. Мол, ты что, умеешь болгарку в руках держать? Или ты что, камень режешь сама? Я не знаю, что я делаю, что я делаю. Я тоже была сестра. Когда я выезжаю за границу, всегда спешу обратно на родину. Во время учебы в Питере я вечно с нетерпением ждала каникулы. Даже зимой домой приезжала. Заставляла родителей искать деньги мне на билеты. Даже если всего несколько дней были свободны, я все равно приезжала в Кыргызстан. А когда заканчивала учебу, одногруппники уговаривали меня остаться. Предлагали вместе начать работать. Еле отпустили меня в Бишкек. Расставаясь, мы все рыдали. Но я даже не сомневалась в том, что вернусь, чтобы на родине работать. Когда я нахожусь за рубежом, могу только месяц вытерпеть, не больше. Потом начинаю дико скучать. Вот недавно была в Крыму. Пришлось на полтора месяца туда уехать. Еле выдержала. И все же на три дня раньше сбежала. В мастерской немножко холодновато. Но даже если комната прогреется, длина все равно остается холодной. Я настолько свое дело люблю, что никогда не обращала внимания на такие мелочи. Но вот уже год, как у меня, начали сильно болеть суставы. Использую различные лечебные мази. Даже ходила к ортопедам, но они не смогли помочь. Сейчас вот хочу съездить в санаторий. Мастер-сюрк, ортопедик. Я не смогла прийти в санаторий. Я не смогла прийти в санаторий. Каждый портрет в скульптуре – это вторая жизнь человека. Чтобы его создать, многое приходится исследовать. Нужно изучить видео и фотоархивы, пообщаться с родственниками человека, с его друзьями, понять, каким был этот человек, узнать, что он любил. Если это известная личность, я в интернете ищу информацию. Если это писатель, его произведения читаю. Во время чтения в голове возникают разные образы героев произведения. У меня сразу же появляется желание их воссоздать. И бывает, из этих образов рождаются потом новые скульптуры. Каждое мое творение – это результат кропотливой работы. Каждое я тщательно обдумываю. День и ночь все мысли о будущем в моем шедевре. Даже во сне вижу свои работы. Помню, как тяжело мне давался портрет Айтматова. Я тогда в Питере училась. И в мастерской было все время шумно. Одногруппники вечно включали музыку и громко болтали. И я никак не могла сосредоточиться. И вот однажды в соседней мастерской случился пожар. Там все сгорело. И нам строго запретили 15 дней заходить в здание. Но я слушалась приказа и зашла. Мне очень хотелось закончить бюст Айтматова. Удивительно, что нигде не было электричества из-за пожара. Ни в соседних комнатах, ни в коридоре. И только в моей мастерской осталось освещение. Она вообще ни капли не пострадала. Вокруг была идеальная тишина и покой. Условия для работы были самые, что ни на есть подходящие. В общем, я зашла и всего за два часа сделала портрет. Мне кажется, что мне в этом помог сам дух Чингиза Айтматова. И таким образом мой труд был сохранен. Условия для работы были очень важны. Меня иногда критикуют. Мол, это не так, то не то. Знаете, если на критику обращать внимание и переживать, то точно заболеешь. Поэтому я любые осуждения воспринимаю с улыбкой. Конечно, мне интересно узнать качественную оценку своей работы. И есть моменты, которые я подмечаю для себя. Но пустословов не слушаю. Я выбрала свой путь. И если пойду на поводу у нечистых душой людей, которых одолевает зависть, то сверну со своего пути. А я этого не хочу. Если всех слушать и близко к сердцу обидные слова принимать, то можно и вообще бросить любимое дело. Поэтому я никого и никогда не слушаю. На то, чтобы создать одну скульптуру, бывает и год, и три года уходит. А если это большое произведение, ансамбль, то даже пять-шесть лет может понадобиться. Моя самая долгая работа – это «Кекберу». В 2016 году ее начала и в 2018 закончила. Время уходит еще и на поиск материала. То пластилин закончился, то еще что-то. Пока найдешь нужное, пока закупишь. Каждую форму я сама отливала. Потом переводила в воск. Потом из воска в бронзу. Только на то, чтобы в бронзу перевести, понадобился год. В итоге всю композицию целых два года делала. Хотя по объему она не такая уж и большая. Я посчитала, мои произведения сейчас в 15 странах. Недавно вот в Америке купили. В Европе есть, в России. Недавно мы продолжаем какие-то дни, поэтому мы получаем искусство. Корректор А.Кулакова Это произведение «Моя дипломная работа». В 2016 году в Санкт-Петербурге, когда училась, полгода на нее потратила. Как пришла идея, когда по питерскому Арбату идешь, там всегда сидят музыканты. Однажды мой взгляд упал на одного из них. Парень стоял одной ногой, опершись на бордюр и играл на контрабасе. Этот образ у меня надолго остался в памяти. Вообще, я сама увлекаюсь музыкой, поэтому, наверное, он меня так впечатлил. В итоге родилась такая скульптура. А здесь вот тоже музыкальная тема. Это мой любимый скрипач, композитор Паганини. Я как-то попросила коллегу, и он из соседнего города привез мне скрипку. И я создала этот постамент. Вот вы спрашиваете, почему нет смычка у скрипки? Реализм в скульптуре не предполагает наличие каких-либо тонких деталей, ниток, шнуров. Даже если создаем камуз, струны не делаем, просто рисуем. Струна — это будет уже гиперреализм. Более четкое, более детальное изображение. Тут уже разные цвета нужны. Глаза, брови, ногти прорисовываются разными оттенками. А в реализме такого нет. Поэтому и смычка нет у этой скрипки. Рука его как будто держит, но самого смычка нет. На эту работу ушло полгода. Перевести в гипс было сложно, потому что как раз была пандемия коронавируса, и материал никак не могли закупить. Эту работу я начала с глины. Месяц где-то лепила. Так как гипса не было в достаточном количестве, я завернула в пакет и оставила до лучших времен. Но в итоге пошли трещины. Я испугалась, что потеряю свою скульптуру. Нашла в мастерской полмешка гипса и успела сохранить форму. Потом через знакомых я нашла еще гипс и завершила работу. Начала зимой, а закончила только летом. Я мечтаю создать хорошее произведение именно для Кыргызстана. Скульптуру, которая привлекла бы туристов. Необычное произведение искусства хочу создать. И превратить его в символ нашей страны. Но для этого необходимы хорошие условия. Было бы отлично, если бы государство помогло мне. На большую работу уйдет много материала и много сил. Если меня поддержат, я готова хоть пять, хоть семь лет своей жизни посвятить этому. И создать уникальный постамент, которому не будет аналогов во всем мире. И создать уникальный постамент, которому не будет аналогов во всем мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова